добро пожаловать на канал все обо всем сейчас я расскажу вам о пяти самых больших видимых объектов во вселенной 5 место открывает наш топ великая стена слоуна было обнаружено в 2003 году в рамках проекта слоновского цифрового небесного обзора научного картографирования сотен миллионов галактик для определения самых крупных объектов во вселенной великая стена слоуна является гигантским галактическим филаментом состоящим из нескольких сверхскоплений сама великая стена слоуна не так изучена как сверхскопления которые находятся внутри нее некоторые из этих сверхскоплений интересны сами по себе и заслуживают отдельного упоминания одно например имеет ядро из галактик которые вместе со стороны выглядят как гигантские усики внутри другого сверхскопления наблюдается высокое гравитационное взаимодействие между галактиками многие из них сейчас проходят период слияния наличие стены и любых других более крупных объектов создает новые вопросы о загадках вселенной их существование противоречит космологическому принципу который теоретически ограничивает то насколько большими могут быть объекты во вселенной согласно этому принципу законы вселенной не позволяют существовать объектом размером более 1,2 миллиарда световых лет однако объекты подобные великой стене слоуна полностью противоречит этому мнению четвертое место юдж елк юджи квазары это высокоэнергетические астрономические объекты расположенные в центре галактики считается что центром квазаров являются сверхмассивные черные дыры которые притягивают к себе окружающую материю это приводит к огромному выбросу излучения мощь энергии которого в тысячи раз больше энергии вырабатывающейся всеми звездами внутри галактики в настоящий момент среди самых крупных структурных объектов во вселенной находится группа квазаров юджи состоящие из 73 квазаров разбросанных на более четырех миллиардов световых лет ученые считают что столь массивная группа квазаров а также аналогичная ей являются одной из причин появления самых крупных структурных во вселенной таких как например великая стена слова группа квазаров юджи была обнаружена после анализа тех же данных благодаря которым была обнаружена великая стена слов ученые определили ее наличие после картографирования одного из регионов космоса с помощью специального алгоритма измеряющего плотность расположения квазаров на определенной области следует отметить что само существование юджи по-прежнему является предметом споров одни ученые считают что этот регион космоса действительно представляет единую группу квазаров другие ученые уверены в том что квазары внутри этой области космоса расположены случайным образом и не являются частью одной группы третье место джайн гейрби ринг растянувшиеся на 5 миллиардов световых лет гигантское галактическое гамма-кольцо джайн гэрби ринг помимо невероятного размера этот объект привлекает к себе внимание благодаря своей необычной форме астрономы изучая всплески гамма-лучей огромные выбросы энергии которые образуются в результате гибели массивных звезд обнаружили серию из девяти всплесков источники которых находились на одинаковом расстоянии до земли эти всплески образовали на небосводе кольцо в 70 раз превышающие диаметр полной луны учитывая что сами по себе всплески гамма-излучения являются довольно редким явлением шанс на то что они сформируют подобную форму на небосводе равен 1 копейки 20 тысячам это позволило ученым предположить что они являются свидетелями одного из самых крупных структурных объектов во вселенной второе место великая стена геркулес самый большой структурный объект во вселенной тоже был обнаружен астрономами в рамках наблюдения за гамма-излучением этот объект получивший название великая стена геркулес северная корона простирается на 10 миллиардов световых лет что делает его в два раза больше гигантского галактического гамма-кольца так как самые яркие всплески гамма-излучения производят более крупные звезды обычно расположенные в областях космоса где содержится больше материи астрономы каждый раз метафорически рассматривают каждый такой всплеск как укол иголки в нечто более крупное когда ученые обнаружили что в области космоса в направлении созвездий геркулеса и северной короны слишком часто происходят всплески гамма-излучения они определили что здесь имеется астрономический объект представляющий собой вероятнее всего плотную концентрацию галактических скоплений и другой материи и закрывает наш топ космическая паутина ученые считают что расширение вселенной происходит не случайным образом есть теории согласно которым все галактики космоса организованы в одну структуру невероятных размеров напоминающую нитевидные соединения объединяющие между собой плотные области эти нити рассеяны между менее плотными войдами эту структуру ученые называют космической паутиной по мнению ученых паутина сформировалась на очень ранних этапах истории вселенной в начале формирования паутины происходило нестабильно и неоднородно что впоследствии помогло образованию всего того что сейчас имеется во вселенной считается что нити этой паутины сыграли большую роль в эволюции вселенной они ее ускорили только недавно ученые начали понимать чем же на самом деле является эта космическая паутина изучая один из далеких квазаров исследователи отметили что своим излучением воздействует на одну из нитей космической паутины свет квазара направился прямиком к одной из нитей что разогрела находящиеся в ней газы и заставила их светиться на основе этих наблюдений ученые смогли представить распределение нитей между другими галактиками составив тем самым картинку скелета космоса и на этом видео подходит к концу спасибо за просмотр